МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"1979 год". Довольно интересный, да. Залихват и год такой. Много было всего. Я настроился с утра на этот 79 год, и в голове у меня вертится музыкальное сопровождение этого года, которое, в общем-то, наверное, с начала года и до конца было неувидаемым. Во-первых, Ра-Ра-Распутин, Russian Crazy Love Machine. Russian Crazy Love Machine. И плясали в сейф Ирии и страной мира. И еще было аналогичное Чин-Чин-Чингисхан тоже в 79-м году свалилось на нас. Там были совершенно невинные слова. У нас почему-то сделали транскрипцию. Москоу, Москоу, заедаем бомбами, будет вам Олимпиада, йо-хо-хо-хо. Ну да. А это до сих пор еще такой предмет ностальгии, видимо, на всех вечеринках ставят. Ну, кстати, хорошая, довольно-таки хорошая, веселая, танцевальная песня. Паруф, был диск, ну, конечно, Пинк Флойд, Стена, Анар Бри Инвивалл и прочие мега-хиты, но это уже ближе к концу года. Ну, с чего год начался? Мы уже упомянули в прошлый выпуск, в 78-м, что год начался аномально, с безумных холодов. То есть, внезапно, под самый Новый год ударили морозы, но не было никакого МЧС, их СМС, никакого оповещения. Ну, самостоятельно, вообще не было, Жень, так что это бы быть не могло. Но, ну, по телевизору могли бы предупредить, никто и не ожидал, что внезапно это буквально за несколько часов, вот, раз, швал с Таймыра или откуда-то там пришел. И мы в этот день где-то, ну, это до Нового года еще было, но потом рецидивы были и все. Ну, после Нового года еще я... Да, я посмотрел, до 54 градусов доходило в некоторых районах. Ну, вот мы собрались... В Кирове доходило до 54, между прочим. На улице Некрасова собралось, ну, тусовка, скажем так, посидели, сидели, сидели. Днем-то все было хорошо, а вечером я поперся домой. Троллейбусы ходили до 12, вот, где-то часов в 11 я выхожу на улицу, один, кстати, выхожу, и вот у меня была шуба, рот, вот, там, ну, типа цигей, почему-то мехом наружу. Но она была вот в 20 градусов, в ней было жарко ходить. И я выхожу, и я внезапно ощущаю, что вот будто я голый, вот на мне ничего нету, настолько вот все это пронизывающее. Думаю, что это такое? И такой морозный туман такой. Все, ну, видимо, все замерзло, вся эта влага, и вот витает. И в этой туманной дым, я выхожу на улицу Попова, идет народ со стороны дружбы, толпа валит, и мне сразу говорят, троллейбус, они жди, провода лопнули от холода, мы с дружбой уже идем. Ну, вот народ отъединился, мы идем, что-то разговариваем, чтобы не замерзнуть. И вдруг впереди странное явление. Вот в этом морозном тумане такая фигура, она идет, идет, то она большая, потом снова чуть-чуть идет, она маленькая, потом снова большая, встает полный раз, потом снова маленькая. Мы удивились, переглядывали, ну, что такое. Когда подошли, то эта дама, она была вдублен и в лготках, вот у нее, видимо, в этот минус 40, ноги мерзли, она метров 100 пробежит, и она садится, и по этим долгам тополами, да, и ногу отогреться. Ну, я думаю, что эта дама до сих пор жива, здорова, и ничего не отморозила в эти холода. Да, вот, Новый год, 79-й наступил, замерз газ, тогда не было природного. Да, перебои были совсем, перебои с электричеством были тоже. Да, газ завозили же. Отопление забуксовало. Газ был в баллонах, в больших-то их цистернах во дворе зарытых, вот он замерз, не подавался. Где-то это была романтика, что пельмени варили на утюгах где-то там. На электроплитках тоже, если электричество было. А вот у нас был электричайник, вот это, в принципе, и спасло. Я потому что прекрасно помню, я 79-й год у меня начался с того, что я 2 января вернулся в Киров. Мне в отпуск отправили за хорошую работу, так сказать, из армии. Я там служил в военном оркестре, но отправили меня за то, что я хорошо строил. То есть мы сделали учебный корпус и отличились. Я приезжаю в Киров, знаешь, вот еще легкие такие понты армейские, шапочка завязана, знаешь. Хотя в Свердловске тоже был мороз. Да-да-да, у нас же еще такая шнель музыкантов, знаешь, как у офисов, с распашечкой, такой, с шарфиком. И такие легкие понты, думаю, идти недалеко дойду. Там тоже были морозы, но не думал, что в Кирове так же холодно, как в Свердловске. И вот это расстояние от вокзала, я жил на улице по Евросской Тройке, там буквально 3 квартала, да. Я уже после первого же квартала эту шапку просто разорвал, чтобы ее на уши натянуть. Реально там вот порвал, как порвалось. Все эти воротники поднял, что можно поднял, шарфом морду обмотал вот этим вот. И кое-как добежал до дома, но дома оказалось нифига не теплей. Вот это я помню прекрасно. Нет, ну, тепло-то было, это не у всех, видимо, замерзло отопление, но, видимо... Оно, видишь, оно как бы не то, что замерзло жестко, да, то есть там проводились какие-то работы, холодная батарея, да, да, она была такая слегка теплая батарея. Ну, видимо, все ТЭЦ работали на пределе возможностей, вот, но оборвались провода, машины не заводились. Людям же надо на работу, хотя там были и рабочие на заводы, автобусы. Ну, тогда же таких коньяков не было. Видимо, всю ночь их там жгли эту соляру какую-то под моторами, чтобы выйти. Но город опустел, но, тем не менее, дети вот и резвились в эти новогодние холодные праздники. И все равно выбегали хоть на сколько-то дома что-то. Это даже интересно было. Это вот провода троллейбусные починили. Но аномалии не закончились вот на таких безумных холодах. Рецидивы были еще в феврале. Еще раз почему-то вот несколько, вот я думаю, будет хоть бы еще бы раз испытать. Вот неужели у нас зимы, еврозимы-то и остались. Настоящий мороз уже забылся. Но почему-то... Ну, опять же, такой мороз я бы, честно говоря, не хотел бы снова испытывать. Потому что, понимая, в каком состоянии... Ну, он не в шинелке, не в шинелке. Все равно, понимаешь, в каком состоянии наше нынешнее городское хозяйство. Я думаю, что у тебя пухови у Рогозина, и я думаю, что он спасет. Это безусловно, да. В общем, аномалии в 79-м году не закончились. Дальше было еще интереснее. Почему-то была... Видимо, почва промерзла настолько, что она долго оттаивала. И вот вода сразу не скатилась, не испарилась. И был безумный павод. С 79-го года его... В 2016-м вода подходила близко, но не догнала. Там было где-то 5,5 метров. А в 79-м за 6 метров, за 6,5 и даже зашкаливала. Уже одна опора, вот самая дальняя от Ирова опора моста. Она полностью ушла под воду. Дым было потоплено. Все-все-все. Верись с ней. И вчера смотрел фотографии. Мама. Действительно, тут, наверное, нижняя тропинка, где гуляют у ветки, еще метра на 4 выше вода была. А в 2016-м году только-только начало заливать. Конечно, это все тоже принесло определенные проблемы, расходы. И дальше так плавно-плавно, вроде бы, погодные лизи начали выравниваться. Ну, все-то и на фоне чего? Пели, приплясывали, мерзли и мокли. Что же было в целом-то в стране? В стране повысились цены на меха. Золото, машины, хрусталь на 15% и на 15% на ресторан, на услуги. Но, видимо, деньги надо было выкачивать на Олимпиаду. Это сейчас там Медведев говорит, что главная задача экономики – это сбор налогов, пополнение бюджета. Вот, видимо, там из всего, ну, в принципе, все это повысили, но особо не осозналось, потому что золото они каждый день покупали. Тогда вот это повышение, они объявлялись, когда, как говорили, повышение идет не на товары первого необходимого. Страна держалась на плаву, в принципе, за счет бешеных цен на нефть. И только за 79-й год цены на нефть поднимаются на 88%. То есть, по сравнению с началом года на 88%. Но это спасибо Ирану, там произошла революция, после этого был кризис нефтяной, и из-за этого кризиса как бы цена нефть скачает. Тогда же нефтяной бюджет не дербанили, что-то сюда и вкладывали. Удалось Олимпиаду, и причем неплохую Олимпиаду провести в следующем году. Вот. Ну, застой, застой, конечно, верхушь Аполитбюро, там правительство стремительно старело, стремительно ветшало все это, теряло популярность. Никто уже не верил, все уже понимали, что никакого обещанного Хрущевым иммунизма в 80-м году не будет. Но вместо коммунизма, ну, Олимпиада. Нет, вместо коммунизма нам придумали тогда развитой социализм, помнишь такой термин-то, да? Не было в русском языке слово развитой было, развиты. Да, но вот с тех пор, да, Леонид Ильич велел, что это слово было звучать, развитой социализм. Ну, ходить надо было брежневым, менять что-то, вот, ну, не могут они, вот, вот. И, конечно, уже вся эта политика, вот, нашей ОМПартии и прочее уже становилась, а вот еще до Афганистана, который тоже в конце года случится, это уже был предмет анекдотов, их-то, Рити и Уханна и там, и прочего, ну, было все крайне непопулярно. В стране в коммунизм никто не верил, тем не менее, вот язык, вот этот, передовиц газет, телепередачи, все, он отличался от языка, о котором говорили и нормальные люди, там вот этот был развитой социализм, бу-бу-бу-бу-бу-бу, что-то. Новая общность людей, советский народ, вся вот эта таска зеленая, да. В принципе, они, то в комсомол гнали уже в 79-м году тотально, там, 100%, и не только в комсомол, сейчас мы дойдем до жуткого маразма 79-го года, который начался в Иерусской области. А сейчас немного о событии в мире, все-таки надо фон какой-то представить. Ну, что там говорили в прошлом-то году, а то помнит, поговорка была, я тебя замучаю, пол-под-кампуччу, да. Все-таки это, видимо, Кампучча с, там, тысячами, миллионами погибших, она уже достала всех из соседей, поэтому МБДЖИС и Повстанцы вместе с Вьетнам, с ими войсками вступили в Пномпень, был такой город. А он и сейчас есть. Да, и свергли режим разных мер. Пол-пота, да, пол-пота, Янг-Сари. Вот точка была, ну, эти точки, это не... Метастазы в одном месте истребят, в другом чего-нибудь вырастет. Нет, ну, смотри, опять же, если мы про Вьетнам заговорили, там буквально через месяц, в феврале, ведь случился инцидент военный между Китаем и Вьетнамом. Я опять почему говорю, что я в это время был в армии, и вся наша дивизия лесичанская как один села за столы и написала заявление, прошу отправить меня исполнять инерциональный долг на помощь вьетнамскому народу. Ну, так как там эта заваруха довольно быстро кончилась, там буквально продолжалось в течение месяца это военное действие. А это был меркантильный интерес или это был патриотический... Это был, считалось, что такой патриотизм, но по большому счету было приказано всем сесть и написать, то есть какой меркантильный интерес. Нет, там никто никого не спрашивал, было велено сесть и написать. Все написали и как бы вот об этом доложили, что вся дивизия готова в едином порыве свой патриотический долг выполнить. Мне повезло, на год раньше нас вербовали не дальше этих строя Олимпиады в Москву. Ну, Тэтчер в 79-м году становится первой женщиной, занявшей пост премьер-министра Британии. На раны США вышел фильм «Роль и два» со Сталлона в главной роли. Ну, у нас в 79-м, конечно, и видео-то не было, еще не пошли. И смотрели только, наверное, журналь эти глянцевые доставались, где вот были постеры, были фотографии, имели представление о звездных войнах, никто не видел это, но и Сталлоне тоже не видел. Ну, еще, видишь, их описывали, что вот очередное кино, там, упадническое и так далее, но, тем не менее, описывали сюжетки, эти фотографии размещали, мы эти статьи читали, безусловно. В ходе саммита в Вене Джимми Артер и Леонид Брежнев подписали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. Вот его сейчас похерили или он еще... А я немножко путаю все эти договоры там, но не уверен, что именно его похерили. Потому что сейчас больше всего... И в Афганистане, конечно, тут история известна, что советскими спецназовцами группы Альфа убит президент страны Амин, его сменяет Бабар Маль. Ну, это уже декабрь, самый конец, после ввода уже войск, собственно говоря. И 18 февраля 79-го года в пустыне Сахара пошел снег. Невозможное возможно, то есть не только... Ну, вот ты как раз заговорил о том, что вполне возможно и у нас скоро пойдет снег. Вот как-то мне грустно от этой новости стало. В этом же году членом Политбюро избран Николай Тихонов. Ну, кто его сейчас помнит, никто не помнит. Ну, он по фамилии был Тихий довольно. А последний в списке был кандидат в члены Политбюро. Это 48-летний Михаил Горбачев. Но Тихонов был основным противником дальше выдвижения Горбачева на Пусгинсе. Ну, вот в конце года СССР вводит войска в Афганистан под предлогом необходимости прекратить гражданскую войну и защитить советские интересы. Вот ритория. Ритория очень напоминает сегодняшний, только сейчас. Наверное, не советские интересы, а интересы российской федерации. В принципе, ничего. Но из приятного Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в СССР. И вообще он был первой западной звездой. Ну, такого уровня, скажем так. Где-то у меня даже диск виниловый валяется Элтон Джон в Москве. Тут мелодия оперативная выпустила. Ну, они приезжали вдвоем, он приезжал без группы, он приезжал вдвоем с перкуссионистом, с Рэйм Купером. Мне вот интересно, что МИД Итая официально объявил о намерении не продлевать договор о дружбе, союзе и взаимной помощи, подписанной в 50-м году Мао и Сталином. Да, вот у меня тоже пластин есть, где это Мао и Сталин смотрят на нас, смотрят на нас, русско-итайцы, братья, навек. Но века не случилось, а всего лишь, если в 50-м, и 70-м. Меньше 300 лет. Да, немного-меньше 30 лет. Ну, а советская сторона восприняла отказ от дружбы довольно сдержанно. Она молча заложила в программу полета Рэд средней дальности и тайских городов. И еще вот из таких вот событий... У нас тишина, тишина. Насчет российских событий, да, трагедия года, ты о чем будешь? Трагедия года, вот о чем молчали. В апреле 79-го года в Чаловском районе Свердловска жители попали в обло биологического оружия, погубившего множество людей. Обло вылетело из недри секретного биологического центра Министерства обороны. ВЧ 47-051 такая была. Ну, вот, а в СМИ-то очень маленькие были, видимо, ссылки, что Свердловска про вспышь осибирской язвы. Несмотря на многочисленные смерти, более 100 человек, вот, видимо, скончались в ближайшее время, многие заболели, вот, официально ставили диагноз сибирская язва, но и даже это не позволяли вписывать в свидетельство о смерти, которые погибли от болезни, писали что угодно. ОРЗ, бактериальная пневмония, отравление неизвестным ядом, сепсис и прочее. Так, в газетах было сообщение даже не о вспышках, а об отдельных случаях, там же писали. Страна всегда реагирует одинаково. Вот это перекликается с нынешней этой нёносой, вот, где вот, точно так же, что-то там врачи, они, оказывается, обожрались рабов их-то в Таиланде, что стронцы там, все остальное нормально, две баржи валяются на берегу. Уфанят люди, будут болеть, и точно так же, что в 79-м году... А что, вспомни, как у нас, когда трудовые резервы там долбануло, то же самое, писали всё что угодно, кроме того, что он погиб. Ну, с одной стороны, старались не будоражить информацию, а с другой стороны, что, надо было и меры, и всё, но, конечно, вот, конечно, у нас бы и Реве знали, что это всё, да, и биологический центр у нас, нечто подобное тоже есть, так бы. Люди-то насторожились бы, наверное, ну. Ну, вот и трагедия года, конечно, в авиакатастрофе столкнулись два самолёта Ту-134, и полностью погибла футбольная команда Пахта-Ор. Ну, вообще, там порядка 180 человек всего погибло в этом столкновении. Да, трагически, 184 человек. Да, вот, и, соответственно, насколько я помню, в этом году ещё была большая авария с Ту-104 какая-то, и в итоге, к концу года, и Ту-104, и Ту-134 из гражданской авиации вывели. Ну, запретили рейс, не знаю, как было потом, но в 79-м году точно было такое домо. Да, и в город, потом, и всё это, видимо, всё и было затратно. Ну, и в Ирве. В Ирве, кстати, всё не так уж плохо, а было даже, очень даже, и неплохо. Мы начали с того, что в Кирове всё было очень плохо, потому что было очень холодно, а сейчас, говорим, да, очень нормально жили. Не, ну, вот, на фоне предыдущего, 78-го года, ничего, в принципе, такого особого не сдали, не создали. 79-го, он выгодно отличался. Вот, ну, хотя бы потому, что в 79-м году городские власти, ну, они не мэрия тогда были, а городсполком, и ГПСС, они переехали на Орла-Марсово, этот свежевыстроенный огромный дом. На этой стороне были деревянные домиши с огородами, да самые вот промежутки от Орловской, там, ну, амунистической Горбачёва в ту пору, и всё вот. Вот, причём на противоположной стороне, где био, этот, биотин, да, там были дома побогаче, они были-то и, в принципе, даже с архитектурными элементами. Там не был дом, вот, 105-й с башней, с фонтанчиком, видимо, строили люди такие... Ну, более состоятельные, да. Первый дом был со стороны ботсада, где я родился, это был дом Зубнового врача, а на другой стороне были доми, ну, видимо, попроще, и там были знакомые, я помню, на месте мэрии был, ну, банальная изба, в три окна, вот, но был огромный участок, огород, там росли берёзы, и мы ходили знакомым и собирали грибы на месте мэрии, вот на этом участке. А в 79-м мэрия переехала, мало того, что, видимо, у нас на радостях-то власти города расщедрились и передали бывшее здание, своё городздравотдело для размещения в нём поликлинии. Поликлиния называлась центральной поначалу, вот. Это напротив гостиницы. Да, да, да. По диагонали, да. И она и сейчас там, ну, сейчас первая, внизу была столовка, вот, там, ну, она осталась со времён этого города Сполкома, она считалась очень хорошим таким заведением, там всегда стоял какой-то Церберт, который, видимо, адрес код, я вот помню туда, ну, в 79-м, это или в следующем году, может, ходил, был очень такой хиповый приятель по фамилии Реус такой, волосатый такой, у него шапка, волосы, грива была. И вот мы идём, меня этот отставник такой занудного вида стоял в этой солдатской рубашке, сморчок какой-то, и он меня-то туда пустил, а его нет. Он говорит, молодой человек, приведите себя в порядок. И выгнал. Ну, да. Но я из чувства солидарности тоже не пошёл. Вот такие вот были опасности, конечно, там штаны никто не драл, там волосы никто насильно не стриг, но вот эти занудные стариканы, они стояли, могли лишить тебя пропитания. Ну, и с 79-го года стал, кстати, регулярно отмечаться день города. В 74-м его отметили, но дальше это... Ну, а здесь как получилось, там 600 отмечали, здесь получилось 605, да, в 79-м? Ну, с ним решили, что опять дата какая-то круглая, давайте вроде заотметим. Да, с 74-го не отмечали, так вот, видимо, что-то где-то в Герцен, или где-то что-то, и день города, вот, и параллельно стал проводиться, возродилась ярмар Свистунья, которая, опять же, благополучно скончалась, да и праздник города в наше время скончался, по большому счёту. Если при Исилёве это ещё звучало, летали самолёты, там, что-то это, ну, вот день этой России, ну, что там отмечается? 12-й день России, да. Да, он полностью поглотил-то это, где-то для отмазки этот день города. Ну, довольно дежурный праздник получается. Нельзя, нельзя две этих, их-то вещи ухватить в одну руку, и поэтому день города, это чисто для галочки, вот, стал уже праздник. Мы, по большому счёту, идём к новым юбилеям, и если бы даже отдельно, ну, опять же, экономия. Даже в этом году, вроде бы, опять цифра была круглая, но очень серьёзно просто. В 79-м году ИРСЭТ травмбольница переехала в новое здание. Было шесть отделений на 340... А до этого, кто помнит, где была травмбольница? На улице Дрелевского, на углу Соктябрьского проспекта, вот, раз за спорттоварами, там была травма, и она отличалась тем, что, вот, особенно, когда 1 мая, 7 ноября шли демонстрации, они все сворачивали Соктябрьского, и мимо старой травмбольницы, то все вот эти, изоан махали стылями, загипсованными руками, выходили, стоял такой почётный рул вот у больницы, то, на чём, в этих полосатых пижамах всё убрали, здание долго оно было бесхозным, потом туда медучилище заселили, сейчас оно до сих пор, по-моему, медленно умирает, это бывшее дореволюционно-реальное училище, вот, с богатой историей, но, наверное, не доживёт. Ну, если ещё из событий года, то, вот, образовалось пассажир-автотранспортное предприятие ПТП-2, ну, тоже событие такое. И вот такой случай, о котором тоже, естественно, никто не говорил, что в августе 79-го года Владыка Хрисанов попал в автомобильную аварию под городом Советском, после чего не мог служить до самой зимы. Ну, видимо, здорово его там. Ну, видимо, да, травмировало, видимо. Жень, давай на Владыке немножко прервёмся, буквально на минутку, и потом вернемся к нашей программе. Возвращаемся в студию. Напомню, что в ней, в этой студии, сейчас сидит Евгений Питонин, историк-краевед, руководитель Музея Вятского госуниверситета и ведущий программы Николай Голиков. Мы продолжаем наше путешествие в 1999-м году прошлого века. Да, вот тут была такая забавная история про аварию с нашим митрополитом. Да, слава богу, жив оказался Хрисанов. Но не мог служить до земли, да. Да, видимо, было всё засеречено, вот и сейчас подробностей нет. В этом же 79-м году прекращен выпуск мотороллеров в Яцполянским заводом. И самое печальное, что оборудование для производства мотороллера электрона, это последняя разработка, это оборудование десятилетиями, оно создавалось, нарабатывалось. Всё это было упаковано и вывезено в Узбеистан. А узбекам это нафиг было не надо, и всё это сгнило прямо в ящик. Все эти цеха вывезены линией. Они так в этой пустыне где-то в Узбеистане стояли, потом на металлолом растащили узбекских мотороллеров. Усвятка не состоялась. А самое интересное, что вот последние выпущенные мотороллеры электрон были на складе на заводе, и они попали под воду вот в этом большом паводке. Их стали продавать, они были утоплены, их-то и называли. Их стали продавать по 75 рублей. В магазине мотороллер стоил 270, последняя цена была 375 и нули. Их уже мало брали, а вот по 75 их расхватали. Вот они, ну, много, ну, что там с ним может случиться. Вот один из них мне достался, даже первый вылаз и на дачу я совершал вот на таком утоплении. На утоплении электрон, который постоянно ломался. Что-то с ним были, и это проблемы. Но он не из-за того, что ломался, что он утопленник. Самое интересное, что сейчас у меня тоже есть в отличном состоянии. И вот я из гаража это вытащил, протереть, пыль сдуть, посмотреть. И идут, ну, пионеры, тинейджеры. И говорят, а что за скутер у вас? Что за скутер? Это и тайский, и японский. Я говорю, ребята, это не скутер, а мотороллер. Это вятско-полянс. И вот у нас-то и это не было слова скутер. Вот и мопед это нельзя назвать. Вот это был мотороллер. Нет, чисто мотороллер был такой. Да, а мы не знали. Это интересно. Вот надо же, вот проходит время, и все меняется. А это ведь, вспомните, вот мотороллеры вятско-полянские, они реально были одним из символов нашей области. Они бы славились этим. Пузат я ездил на юбилей, на 60-летие производства, когда на вятках съезжались люди. Я был встречающей стороной, и у меня дочь представитель музея саполянского. Все люди ехали на мотороллерах, на пузатых вятках, вот первый выпуск, из Мариуполя представить на мотороллере. Тольятти, Азань, там, сейчас не помню, но человек 7 было, вот отметили. У нас в городе это вообще вот осталось незамеченным. Это свои бренды, видимо, не очень любят вспоминать, а тем не менее... Ну, тем более вятские поляны все-таки. Ну, может быть. Это многострадальный завод, вообще-то, вятских полянах и тогда это оборудование. Ну, вот зачем? Все бы могло сгодиться. И сейчас все там, похоже, уже в ноль растащено. Ну, ладно, сейчас подойдем к главному трагическому событию 79-го года, которое же опять началось у нас. Точнее, 27 марта 1979 года. Я специальный такой трагичный тон, это и раньше советский. В Ировской области произошло событие, которое спасло Россию. Лавливаете суть? Ну, точнее, оттянуло агонию животноводческой отрасли сельского хозяйства на 10 лет. А что случилось? В этот, в общем-то, предыстория. После того, в 74-м году полхозникам стали выдавать нару и паспорта. Им можно было свободно перемещаться, уезжать. Это раньше, даже чтобы выехать из деревни, из колхоза на срок более месяца, нужна была справка от правления колхоза, от сельсовета, что дозволено. Иначе могли они тебя отлобить в Питере, в Москве, в любом городе. Хорошо, это вы не в родном колхозе ошляетесь, неизвестно, куда вы там. И все. И, конечно, начался безумный сельсовый хозяйство. Хотя, по сравнению с тем, что в деревне сейчас, конечно, тогда была жизнь. По сравнению с общим фоном жизни, комфортнее гораздо. И перепись 79-го года была в 79-м. Сиросис, перепись населения. Она показала довольно удручающие цифры убыли сельского населения. В том числе и в Ировской области. А на самых тяжелых производствах, на фермах, вообще вот, ну, некому было работать эти... Стало некому работать, да. Кто помнит, то время эти тощие ровы стояли, с элеты от ров по брюхам навозивом мычали, рали от голода, доили там и это жал, и литры. Были нерентабельное хозяйство. Ну, да, народ, говорит, денем, вот они в убыто себе работают, там, пьянствуют, работают. Вот было и такое. И даже вот механизации не было и не вводили, потому что старые баб и дояр, и они предпочитали работать по тарифам ручного труда, чем... Я сейчас точно не помню название, чем механизировано. То есть дергать за СИС и вручную платили больше, чем ставить этот доильный аппарат. И они были тормозом-то им вот на пути. И даже хоть... О, это жал Эва прогресса. Вот. И на фоне вот всего этого 100 выпускников средних школ Даровского района приняли решение остаться после школы на фермах. Ну, не знаю, кто там был инициатор, как это случилось. Ну, вот началось так называемое движение сводных комсомольско-молодежных отрядов животноводов, сокращенно с МОЖ, их называли, помните такое название? Помню такое слово. Которое в ближайшие месяцы со скоростью... Это было подхвачено, это была, конечно, идея действительно спасения сельского хозяйства. Вот. И в ближайшие месяцы со скоростью во сто раз... Во сто раз превосходящую эпидемию СПИДа распространилась по всей территории СССР. Вначале, конечно, подхватил местные там райом, потом обком комсомола, потом ЦА комсомола. И вот идея. Ну, даже не... Вот эпидемия, что у нас в последнее время, это, наверное, бессмертный пол. Но тогда все было гораздо масштабнее. Сотни вчерашних школьниц, вот они не поступали никуда. Они, вооружившись вилами, с репками подойниками, похоронив радужные мечты о будущих профессиях, это я цитирую свою статью, на своих плечах вывезли, вытянули целых две советских пятилетки, выдавая на гора, на дои и привесы. Ну, вот... В Даровском до сих пор эту годовщину отмечают. Отмечают в Даровском, да, эту годовщину. Я работал и в газетах, то есть я все это знаю, по большому счету, изнутри. Представим ситуацию. Начиналось-то все хорошо, на энтузиазме. Много ли надо там? Капнул на мозги этим девкам романтически. Надо, надо, ребята, вы спасете все. Вот реально было. Вот создавался этот смош, образовывалось типа омуны вот этих бывших десятиклассниц, их куда-нибудь собирали в отдельно стоящий. Быстро нас отремонтировали дом, покупали им один телевизор на всех, один магнитофон. Вот они жили. Питание какое-то и на ферму, на ферму, на ферму. Ну, конечно, это без родителей. Это все, в худшем случае, это пьяная гопота, это каждый день осаждало это общежитие, где дев и там, вот, тяжелая работа. Но, тем не менее, жизнь все равно брала свою. Я ужасался. Вот я приезжал, смотрю эти же худень, бывшие старшеклассницы. Они отдают эти огромные рулоны с сеном. Они эти фляги носят по двое. Ну, я, боже мой, они... А мне комсомольцы, этот представитель, говорят, да, фигня, они превыше. Ну, вот, это уму нельзя привыкнуть. И вот, когда под контроль взял этот процесс ЦА комсомола, это, ну, главный у нас орган, управляющий комсомолом, и тут же начались условия соцсоревнований отрядов. Счет с мужевцем пошел на сотни тысяч. Ну, председатели колхозов не могли нарадоваться вместо того, чтобы строить там инфраструктуру, детсады, там, дороги создавать. Ну, можно было, что там, действительно это, завести общагу, ой, и белье, задать несколько слов напутствия и забыть про них. И худо-бедно эти ровы это будет. Но, как всегда в России, добровольное начинание превратилось принудительно. Если раньше вот уговаривали на энтузиазме, но потом соревнования-то оно ведь было не только среди ферм, но и среди всех этих омов обкомов. Кто больше? А почему у тебя, может, меньше в этом году? А надо больше, вот. А надо премии получать, планы, все. И началось. Вот принудиловка, она пошла уже с конца 79-го года, когда правдами и неправдами, запугиванием, обрабатыванием родителей, натравливанием одноклассниц бывших. Ты предательница, мы все остаемся в колхозе, а ты в институт поступать. Мы тебе и не подойдем, мы с тобой здороваться не будем. Девка в слезы, вот куда вот ей одеться, кому же не хотелось предателем быть. Даже мне рассказывали, что вот в собрание приезжали представители и сидели и держали 3 часа, 4 часа и с юзми в сортирнии выпускали. И вот легче было писать любую бумагу, чем писаться прямо в зале. И вот это начинание, оно превратилось в величайшую трагедию. Вот судя, было поломано, народе отряды стали называть репостными. А тут, это я встречал представителя нашего, вот через дорогу Атехома, комсомола, там он базировался, он говорит, да мы же хотели лучше. Нельзя насильно сделать людей счастливыми. Нельзя насильно железной рукой загонять человечество счастью. Нельзя ломать судьбы, и об они не были, вот, и до сих пор об этом вспоминают. Да много чего было у нас в сельском хозяйстве, но в 79-м году случилось такое, кстати, в 89-м году этот муж благополучно скончался. И последний отряд прекратил свое существование, по иронии судьбы, в том же районе, где и начался. В Даровском, у нас, да. Но я говорю, что в Даровском, тем не менее, вот сейчас каждые там 5 лет отмечают вот юбилей этой даты, потому что, ну, по крайней мере, тогда Даровской район прозвучал на весь Советский Союз. А многим в городе было вот абсолютное фиолетовое, они не знали, кто не был комсомольским активистом, кто не жил на селе, вот, и не знали, и не интересовались, и было наплевать. Вот так же ходили уже на дискотеке, чего-то ждали, плясали под Донну Саммер, там, вот, Флойд, конечно, бессмертный вышел. Ну, Советская попса, точнее, эстрада называлась, она уже дошла тоже, а, и верхушка, вот, до полного маразма, вот, там даже нечего брать. В 79-м эти, и это убогие подобие виатам, типа, красная мать, и все, они, кроме отвращения, ничего не вызывали, поэтому, вот, пытались даже... Но, тем не менее, Жень, смотри, вот, 79-й год, у нас время уже заканчивается, все знали прекрасно, что в следующем году в Москве будет Олимпиада, и все все равно с этим событием что-то связывали, понимали, что это, знаешь, как помнишь, был фестиваль молодежи-студентов 57-го года, да, что что-то изменится после этой Олимпиады, и все станут жить лучше и веселей. Хотя и бой, вот, там был, ну, Олимпиада была, Олимпиада, вот, она почему-то запомнилась гораздо больше, вот, я все вот эти детали, Олимпиады 80, я помню лучше, чем, вот, прошедшие, там, прошедшие годы, и это... И, тем не менее, да, вот, жили, о многом не задумывались, многие процессы, они через призму времени проявляются, но, в целом, вот, год был такой, ой, морозный, с наводнениями, с веселухой, с... Как и все, в принципе, годы, наверное, досталась мэрия, травмбольница, там, это, это... Встретимся как раз уже, будем говорить в том числе и об Олимпийском годе, год такой был полон всякого оптимизма и всего прочего, но, вот, сегодня мы завершаем наши 70-е годы, да, в следующий раз мы уже попадем... Да, я думаю, что... В 80-е, Жень, спасибо. Я рад, что вы что-то вспомнили, спасибо. Программу на сегодня закончим, встретимся через две недели.